Продолжаем выпуск. Ситуацию по разводам в стране назвали удручающей. Так, в прошлом году судами республики окончено 56 тысяч дел о расторжении браков. С начала года в Казахстане лидируют аналогичные иски. В ежедневном поступлении это свыше 300 заявлений. Так, для супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, и при взаимном согласии и отсутствии имущественных претензий друг к другу, законодатель предусмотрел возможность расторжения брака в органах РАКС. Подробнее в нашем сюжете. К сожалению, все чаще люди решают прекратить свои семейные отношения, причем по обоюдному согласию. Так, в прошлом году в стране в органах РАКС окончено свыше 5 тысяч дел о расторжении брака между лицами, не имеющими несовершеннолетних детей, при отсутствии имущественных и иных претензий друг к другу. В городском суде Павлодара с начала года уже рассмотрено 179 исков о расторжении брака. Зачастую обращаются пары, у которых уже взрослые дети, есть внуки. Поэтому стараются сохранить здоровые отношения и без лишней судебной нервотрепки обращаются в органы РАКС. Это и время, и нервы экономит. Получая исковое заявление о расторжении брака, у судей есть 20 рабочих дней для подготовки дел к следовому разбирательству, два месяца процессуального срока есть для рассмотрения иска, месяц вступает в решение в законную силу. Кроме того, также суд в праве предоставит срок для примирения с супругом в течение шести месяцев. И поэтому, если стороны решили прекратить свои брачные отношения, поэтому в течение месяца, заплатив два месячных причинных показателей, 5 тысяч 834 семьи, как я уже говорила, быстрее это сделать, конечно, в органах РАКС. Иногда мирно разойтись не получается. Споры об имуществе могут быть урегулированы брачным договором, который практически не распространен в нашей культуре. Брачный договор – это соглашение супругов, определяющее их имущественные права. Здесь прописаны все условия в случае расторжения брака. Как говорится, лучше договориться у берега, согласовав все возможные за и против, чем отправляться в неизвестное дальнее плавание по просторам жизни. Граждане стали чаще обращаться за составлением брачного договора. Стоимость составления брачного договора составляет 29 170 тенге. Возможно, это не совсем, конечно, дешевая, доступная услуга. Но в основном за брачным договором, конечно, идут бизнесмены, учредители каких-то товарищей с ограниченной ответственностью. То есть, другие учредители, чтобы обезопасить себя в случае форс-мажорных обстоятельств, либо в случае смерти, чтобы обезопасить себя от дальнейших сребных тяж. В большинстве инициаторами расторжения браков становятся женщины. Это примерно 85% от общего количества удовлетворенных исков. Основной причиной расставания пар является несовместимость характеров. В это объемное понятие стороны вкладывают и бытовые неурядицы, и расхождение во взглядах на жизнь в целом. К иным основным мотивам разводов можно отнести супружескую неверность, алкогольную или наркотическую зависимость, а также физическое насилие в семье.